потому что все его показали мы уже от этой тенденции ушли чтобы показать первыми там без разницы надо докопаться главное до сути что у нас на обзоре получается это форты dv в общем когда подорожали шифинги днепропетровский ребята завезли вот такую историю dv 350 и 354 дании маркируется в общем есть полноприводный вот такой вот такими вот крыльями вот такая вот dv а есть задний вот простой и тут вот 35 к она как 350 отель только по цене стоит там ближе к 240 шифингу плюс-минус чуть-чуть менее аккуратно все сделано вот крылья такие у него идут типа попроще просто склепана там вот что там передний мост вот такой попроще склепанный капот типа как титана с мототрактора снятый тем не менее коробка шифинговская вот такая же точно то есть 8 плюс 2 мощная ну тут по сути за коробку это тракторы любят поэтому мы сейчас его берем будем ехать на нем будет еще позже обзор полноприводного 244 вот посмотрим чё он как вообще себя чувствует вот поподробнее постараемся вам рассказать стоит вообще-то покупать или нет вот так что поехали вот так что Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Явно надо будет дорабатывать что-то по развороту, потому что, блин, крайне печально, тон выворота вообще нет. Шифинги радиус разворота огромный, а тут прям вообще срака. Ну, вот это табурет, на которой вы сидите, когда едете, то есть вообще неудобно. Вот. Ну, а рабочее место, кстати... Кстати, вот насчет рабочего места побольше тут. Место длинок побольше, поболее, чем в шифинге. И поудобнее вот объективность здесь. Но по управляемости, ну, не так, хуже. Вот, чтобы включить вон рычаг, я ушарашился рукой об вот эту железяку. Потому что вот в крайнее положение, когда включаешь, он как раз вот бьешься, короче, рукой, чтобы включить вон. Ну, там же с подъемом гидравлика тоже не сильно. Вот на эти рельсы. Посмотрите просто на подъемный механизм ДВшки, вот на рельсе, саму. С какого она и тут идет? Диаметр. Диаметр, простите, толщина металла. И вот здесь, вот, наверное, вот получается. То есть печально. Чуть-чуть печально. Есть много моментов по нему. Но уже понятно, почему он и дешевле стоит. То есть, если бы он как бы стоил в цену тупо шифинга, то вообще нахер надо. Вот, объективно. А так, ну, я знаю, что у нас люди с руками, но что можно рассмотреть, можно взять. Потому что, в принципе, основа плюс-минус такая. Вот, опять же, вот этот геморрой с 350-м мотором, что они вот только появились, и к ним запчастами тяжело. Но это вот и касается и 350-х шифингов. Вот, у кого есть 350-х шифингов, просто найдите в Ютубе даже видео ребят, кто эксплуатирует, и почитайте отзывы. Есть сложности с запчастями, потому что их нет, их очень мало. Вот, такая же история будет, в принципе, ваша задача и тут. Так что ничего нового с ним не случится. Так что может случиться с шифингом, случиться и с ним жить. Опять же. Вот, а так, в принципе, такой себе корчик. Вот, так что, друзья, внизу есть ссылка, номер телефона. Мы показали все, как есть. Я так думаю, там, как бы, ну ничего, какашку в фантик не заворачивали, в красивый. Вот, поэтому, если такой вот аппарат вас устроит, то он есть в наличии, и можно взять. Колеса высокие, 24-й, это вот плюс. Вот, на 9,5. Друзья, это был канал МиниТрактор, это был обзор ДВ350. Но всем спасибо, всем удачи, пока.